Всем привет! Добро пожаловать в Волок на пару! Вот такой прекрасный день! Сегодня сад цветет. Классно, да? Я вот таких бортовых никогда в жизни Лили не видела в первый раз. Вот смотрите, вот этот отломился цветочек в тот день, когда мы привезли, он все равно, видимо, как-то питается, расцвел. Классно! Очень мне нравится. Ну, конечно, недолго будет свистеть, но все-таки. Вот Манюня услышала, что мы с вами разговариваем и пришла, да? Пришла девочка? Девочка худенькая пришла к нам. Манюня! Да, 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 деловая, деловая девочка, деловая. А у нас, смотрите, какая стрекоза. Прям вот завис, повисит, и тарактит. Чего висит? Непонятно. Может, кого-то выследил. О, затихает почему-то. Сейчас рухнет, наверное. Шум. Шуму, шуму наделал. О, вроде бы полетел от нас подальше. Все, улетает. Ну, что он у нас делал? Странный какой. Вот такой у меня завтрак. Трехслойная штуковина. Внизу там хлопья, потом идет клубника и голубика. Сейчас я это все залью молоком, и будет вкусно. Приятного аппетита! Аня мне все время показывает, что в ТикТоке происходит. Ну, я не свои видео показываю, я еще там показываю. Ну, она мне разное показывает. Она исследует ТикТок про белые трусы. Мне нравится вот этот парень. Он под девчонку подделывается. Что, снимаешь? Не снимай, доставай. Он недавно про эльфовую башню рассказывал. Да, сейчас тебе расскажу. Как ком в небе. Как ком в среде. Блин, так уже достала эта пандемия, блин. Она, мне кажется, уже у всех как ком, да? Среди оснований. Уже хочу поехать в Париж, да, залезть на эльфовую башню. Ну, в общем, там много у него. Да, вот и Аня мне все это показывает, когда просыпается. Я ржу, ржу, набираю. Я слышу мерзкий глаз. То-то я не худею. Я все время смеюсь. Один час смеха, это 200 грамм сливочного масла. Все время сливочное масло. Да. Я сегодня встала в 6 утра. Сходила на улицу. Ну, в смысле, на прогулку. Таким быстрым шагом. Ввела зарядку. В общем, в принципе, я уже все сделала. И... Чуть я спать хочу. Прямо какая-то не могу никак проснуться. Не хватило, видимо, мне этого допинга утреннего. Сегодня готовлю куриные голени. Я их обжарила, немножко потушила. И сейчас добавила морковку, укроп, горошек. И подлила воды. И все это буду тушить. Вот видите, еще мороженый горошек. И поставлю макароны. Теперь я вытащила голени из сковороды. И заложила сваренные макароны. Ну, не совсем доваренные. На 2 минуты меньше я их поварила. И теперь они с морковкой и горошком немножко потушатся. Ой, какая грозота, вкуснотень. Так есть хочу. И так все вкусно пахнет вообще. Ммм. Вот эти новые макароны, которые мы взяли. Вы видите, в них прям... Ну, и соус будет заливаться. И вот горошек там внутри уже. Ой, у меня слюнки текут. Приятного аппетита. Мы поехали вот в ту крепость, по которой мы вам пока говорили, показывали. Сидит геройский герой. Потому что мы ехали вот по такой непонятной дороге. Нас вело. Вело, 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 вело. И при вело все равно закрыто. В общем, дальше мы проехать не можем. Находимся мы в какой-то Чищобе. Но на самом деле это не Чищоба. Тут везде домики, люди живут. Там вот бассейн у людей. Да, бассейн. У людей там бассейн оказывается. В общем, это не тьма кромешная какая-то, но дорога здесь, конечно, крутая. Непонятно. Вот такие обрывы. Да, Анька прям герой. Вообще, молодец. Тут вот всякие агавы растут, кактусы. У тебя здесь интересный райончик. А, вот кактус цветет. Вот такие домики здесь. Ой, пахнет что-то. Ой, мы открыли окна. Аромат вообще обалденный. Мушмула. Вот там огромное дерево было. Вот прям все рядом. Ну да, мы на самом деле недолго сюда ехали. Так, а дальше? А дальше вот туда, по-моему. Подожди, сейчас я ее посмотрю. Красота, да? Да, красиво очень. Вот такая дорога. Вот такая дорога. Можете говорить что-нибудь? Да, красивые дома, новые. Да, здесь красивый какой-то район такой. Да, мы здесь первый раз. То ли это Миросоль, то ли Бойна Рейш. Музыка. 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 Кто-нибудь знает, в Испании аналог российского лекарства, но оно тоже не российское, но неважно, у нас оно производится под названием Испумизан, продается. Мы это лекарство даем в суспензии, в БАСе. Детский Испумизан. Да, это детский Испумизан, он с бананом. И так как к нам никто не смог приехать из Москвы, мы остались без лекарств. Ну, некоторые лекарства здесь можно найти, некоторые мы переживем, а вот БАСе это лекарство обязательно нужно. Если кто-нибудь знает аналог этого лекарства здесь, в Испании, напишите, пожалуйста. Вот огромная-огромная просьба к вам. Но именно в суспензии, потому что таблетку мы нашли, а в суспензии найти не можем. А везде пишут, что фармацевты в аптеках, они здесь никаких консультаций, никаких рекомендаций не дают, это не так, как у нас. Все фармацевты считаются, что они сами врачи и все нам предлагают. А здесь они по закону не имеют права консультировать, поэтому трудно с ними об этом говорить. Хотя вот сироп от кашля Аня спрашивала и ей рекомендовали какой. Ну, не знаю, в общем, может быть везде по-разному. Ну, пожалуйста, эспумизан, суспензии для детей. А мы уже у себя практически с горя решили заехать в Меркадону купить. Почему с горя? Мочу. Мама закончилась моча. Да, я по маленькой штучке каждый день ем. Манго такая вкуснятина. А вот Аня с кокосом еще купила, мне совсем не понравилось. Мне, кстати, тоже с кокосом не понравилось. Тоже не понравилось? Ну, вот конкретно мочи мне не очень понравилось. Да? Какая-то она практически безвкусная получается. А-а-а. В общем, оказывается, не все организации работают. Те, которые нам нужны, еще не работают. И вот видите, даже крепость закрыта. Ну, потому что там Ипика, это школа верховой езды. Раз она не работает, значит и проезд закрыт. Это уже вот наш парк, в котором мы гуляем, ходим. У нас тут, кстати, рядом салон мини-кукором. Да. Мы еще, когда приезжали сюда в квартиру смотреть, мы сразу... О, блин, наш салон здесь же рядом. Такие довольные. Вот смотрите, как там красиво что-то цветет. Лавандового цвета. Сегодня очень сильный ветер. Заедем в Меркадону. Мы после Меркадона решили поездить. Уже катались, катались, приехали в центр. Мы здесь, оказывается, два с половиной месяца не были. Представляете? Ужас. И вот сейчас проезжаем такой красивый бульвар. Ну, просто зимой он облизывает такой. Куда-то... Ну, в смысле, деревья стоят голые. А сейчас он очень красивый, покажу вам. Да, только я проехала, по-моему. Мы только где-то должны, да, развернуться. Сейчас надо будет весь парк проезжать. Направо нельзя. Я, кстати, не знала, что здесь парк есть. Да, действительно, мы сюда не приезжали. Нет, как-то мы ехали здесь. Да, знаешь. А когда мы здесь ехали? Только, по-моему, оттуда. Мне кажется, мы здесь никогда не ехали. Да? Да, полный себе весь парк сейчас будет. Здесь одни тополя. А уже все тополь отцвел, да, наверное? Да, аллергии не было. Ну, в нашем районе от нас далеко топки тополя растут, поэтому у нас все в порядке. Ну, как будто, видите, парк проезжаем. Сейчас детское время, дети на велосипедах, футбол играют. Ой, а что тут? Не знаю. Здесь тоже, наверное, лошадинная школа. Думаю, с лошадиной езды. Да, и какой-то ресторанчик. О, прикольно. Кафешки не все работают. Санкт-петер. Да, видимо, им невыгодно. Я читала, что не все открыты, потому что 30% посетителей обслуживает невыгодно. Но вот Ане написали вчера, что открыли в Барселоне бар, который обычно работает только на офисных работников, и в 5 часов закрывается, да? Да, до 10 часов. Видите, к ним люди ломились, потому что везде ограничено количество людей, посадка ограничена, и все ищут, конечно, место, куда прибыли. Вот, видите, какая красота? Да. Мы здесь еще не гуляли. Здесь красиво. Ну, это новый какой-то. Видишь, деревья еще молодые. Ну, не совсем. Совсем-совсем. Совсем-совсем. Угу. А то... Ну, вот с той стороны мы проезжали. Да, так что. Кустарник очень красиво цветет. Вот здесь тоже кафешки работают. Это же магазинчики. Вот кафешки. А тут получается, что... Вот, здесь тоже красота. А то мы уже забыли, сидя в квартире, что мы, оказывается, в Испании. А тут выходим, движуха. Мы пока еще не рискнем в кафешке сидеть. Мы там видели сразу 10 девчонок-парней, школьников сидели. Ой, мы сейчас такую красотку видели. Просто здесь... Просто мы здесь так ярко одетых девушек вообще практически не встречаем. Здесь как-то все очень скромно одеваются. По цветовой гамме. Да, именно по цветовой гамме. Ну, прям, очень круто. О, народ сидит, пивасик, пьет. Да, о, цветочное открыли. Да, круто. Слушай, может быть, Хардинерию тоже открыли. Ну, наше. Хотя нет, он большой. Ты переведи, кто это такой Хардинерий. Сад. А, она прямо или направо? Хардилентом называется. Хардинерия. Мы все никак не можем попасть сюда, это называется, как она называется, меркат, ну типа барахолки какой-то, Блашиного рынка, они по воскресеньям работают, но сейчас, конечно, не работают вообще, и мы все никак туда не можем попасть. Вот, меркантик, что ли он называется, и здесь такой ресторанчик есть, хороший, по-моему. Да, здесь несколько хороших ресторанчиков, и вот сам рыночек должен быть прикольный. Ну, что значит, мы не можем попасть, мы не можем проснуться, когда он работает, ну я не могла, и ты тоже тогда не могла проснуться, а сейчас он просто не работает. Что, мы еще взяли мороженое, то мороженое я вообще практически не ела, потому что у нас было похолодание, но я увидела... Как этого набрала еще? Как этого набрала еще? Ну я увидела вот это мороженое, про которое я вам рассказывала, что мама там готовит. В общем, сейчас. Вот лимонное в лимоне. Вот. В таком лимоне. В таком лимоне. Да, я достаю. Вот. Прям лимонное мороженое в лимоне. И то же самое вот здесь апельсиновое мороженое в апельсине. Честно, могу вам сказать, что этой фирмы конкретно я не пробовала. Ой, оно не прозрачное. Ну вот оно в апельсине такое. Вот. Этой фирмы я еще не пробовала, но надеюсь, что будет вкусно. Так, дальше взяла вот такие мини рожки. Тоже, чтобы они лежали, потому что все равно скоро начнется жара. Они совсем маленькие. Вот такие мулюпуски. Тут прям один маленький рожочек взять. И все. Мы как раз сегодня ими пока ехали. Ну, мы долго были в разные места. Мы еще поездили, покатались. Мы, наверное, часа 4,5-5 ездили. И на перекус уже попробовали вкусно. Две взяли мочи. Что-то они у нас очень быстро заканчиваются. И если вы посчитали, и 6 дней еще не прошло с нашей последней вывозки за продуктами, вы абсолютно правы, потому что мама не одна их ест. Я все-таки тоже ем. Маленькие осьминожки взяли. Мы еще вот в такой магазин заезжали, потому что мы везде ищем сейчас булгур. Не смогли у Беретеса припарковаться. И в Метер заезжали. Вот такие огромные, большие инжирки взяли. И в другом еще магазине взяли черешню. Потому что в другой магазин мы уже месяц, по-моему, не ездили, а у нас розовая соль закончилась. И вот мы за ней еще поехали. И взяли мяту, диски ватные, еще маски взяли. Самая популярная вещь этого сезона. Маски. Мамы Кэшью закончились. У нас вот эти палочки заканчиваются. И от натираний карандашик. Я его, кстати, даже не посмотрела, какой он внутри. Сейчас открою с вами вместе, посмотрю. Ну, в принципе, похож на Компит. Хочу что-нибудь на замену Компиту взять. Посмотрим, будет ли он работать. И снова здравствуйте. Привет. Я сегодня за все время карантина, это уже сколько прошло, 2,5 месяца? Да. Да. Первый раз сережки одела. Говорю, Аня, у меня уже дырки зарастают. Я уже еле-еле проткнула, представляете? А мы не носим, потому что неудобно. Я носила несколько раз. Не, несколько раз. Но неудобно, да, одевать вот эти штуки. Неудобно с этими лямочками. Масок. Масок. Да. Болит все вообще. Ой, замечательно. Мы хотя бы на машине прогулялись. Реально в центре не были 2,5 месяца. И сегодня я увидела карту. На самом деле, оказывается, нам до сих пор нельзя в Барселону ездить. И на все южное побережье, везде там Виланово, Сиджис, вообще никуда нельзя ездить. Получается, что... Потому что у нас слишком хорошая ситуация, а у нас слишком плохая. Да, то есть можно ездить только в те города, которые равны по ситуации заражения. Для нас это Терраса, Рубе, Сабадель и даже Жирона. Жирона, да. То есть в Жирону... Практически все до Франции. Между нами и Жироной там нехорошая полоса, но ее можно проехать на машине, и до Жирона доехать, и в Жироне гулять. И практически, да, до Франции, но в Барселону нам нельзя, оказывается, ездить. Это удивительно, потому что... А нарушители, ай-яй-яй. Просто многие даже не знают об этом. Все просто подумали, что в провинции можно, значит, все, можно и в Барселону ездить. Нет, нельзя. Вот так. Вот так вот. Ну, мы уже, видите, по нашей местности прогулялись, поцеловали дверной фаэм. И ехали обратно. Анька сегодня идет, где ты шла, и говоришь, в Америкодоне, что ли? Чего? Я говорю, так, хочу в Икею. Ну, хочу в Икею. Я тоже хочу в Икею. Не, я не помню, где я шла, просто я увидела кетчуп и вспомнила, что я хочу кетчуп в Икею купить. И просто хочу в Икею. Вот. Ну, что? Российская Икея прислала мне письмо, что теперь онлайн можно купить даже мебель со скидкой, как называется. Аутлет, который? Ну, не аутлет. Ну, сниженные цены. Да, по сниженным ценам. Круто. Как ты будешь покупать, неизвестно. Нам нужна еще сковородка по сниженной цене. Хорошая наша сковородка. Ну, что, мы с вами обязательно увидимся завтра. Хоть я позавчера говорила, что обязательно увидимся, но мы не увиделись вчера с вами. Но завтра мы с вами обязательно увидимся. Кто-то с нами увиделся на прямом эфире. Да. Да, мы были на прямом эфире и стараемся сохранять прямые эфиры в IGTV. Смотрите, да, у нас последний эфир вчерашний. Да. За понедельник сохранен. В IGTV. А мы с вами обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. Желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok